Вот так дом по улице Рахманинова выглядел несколько месяцев назад. Уже тогда он в очередной раз попал в поле зрения городской администрации. Владелец строения утверждал, это частный дом для одной семьи. Хотя по планировке сложно было не заметить, что здание разделено на отдельные квартиры. Тогда на стадии двухэтажей было заключено соглашение. Застройщик остановится на построенном. Но дом продолжал расти. Стройку остановили. Дело направили в суд. Администрация, соответственно, подала исковое заявление в суд. Суд вынес решение о сносе. В настоящее время осуществляется действие по сносу данного незаконного объекта. Сегодня на объекте уже слышен звук строительной техники. Во второй раз верить нерадивому застройщику, который снова пообещал снести лишний этаж, уже никто не стал. Решение суда – снести дом. И теперь уже до основания. Дом сносят практически вручную. Тяжелую технику здесь использовать опасно. Застройка на улице Рахманинова достаточно плотная. Пока снос осуществляют за счет средств из городской казны. Но впоследствии затраченные деньги будут взысканы с хозяина самостроя. Кстати, дом по улице Рахманинова 8 – не единственный, который пошел под снос. Уже есть решение суда о демонтаже 107 подобных сооружений. И эта статистика только по центральному району. Цифры будут только расти. С 1 сентября 2015 года вступили в поправки 222 статью Гражданского кодекса. В связи с чем у нас застройщики, которые нарушают правила землепользования и застройки, не могут уже в судебном порядке узаконить свои объекты. По новому закону возведенное строение должно полностью соответствовать изначально заявленным параметрам и действующим правилам землепользования и застройки. Даже самые незначительные отклонения недопустимы. Более того, в Сочи теперь выделены так называемые зоны особой ценности. Здесь строительство вообще запрещено. Это историческая и прибрежная часть курорта.